Бренд со своего огорода знаком каждому из нас. Не раз эту фразу приходится слышать от тех, кто работает на земле и стремится угостить своих родных и близких домашними овощами и фруктами. Сама природа Кубани помогает земледельцам в их нелегком труде. Вода, земля и солнце, поддерживаемые технологиями, позволяют растить в Славянском районе успешные сады, где яблони готовы отдавать по тоне плодов с каждой сотки. Погостить в свой маленький Эдем нашу съемочную группу пригласил глава личного подсобного хозяйства Николай Коробской. Ой, оно такое красивое, его страшно снимать. Красота изумрудных яблонь, усыпанных наливными яблочками, неоспорима. Но висеть им в саду осталось недолго. Полным ходом в личном подсобном хозяйстве Николая Коробского идет уборка. На своих 70 сотках в хуторе Шапорском он выращивает более тысячи плодовых деревьев. Доминанта яблоки, но без внимания не остаются сливы, груши и персики. Родом Николая Алексеевича садгиганта, инженер по образованию, духом садоводства проникся именно на своей малой родине. Благо, и опыт, и технологии было где получить. Здесь эффективно работает интенсивное садоводство. Причем его интенсивность поражает. В междурядьях взрослого сада весной собирают богатый урожай клубники. Периметр сада – сплошь малиновый рай. Но все же труженики земли остаются зависимы от погодных условий. В июне стоял с вилами, как говорят дебе, вверх зубьями, и чуть не плакал, просил Бога. Когда погода благоволит к земледельцу, в саду Коробского собирают с каждой сотки практически тонну плодов. Но нередкие потери. Всегда поддержать мужа готова верная спутница – жена Людмила. Несмотря на все неудобства, она переехала за мужем из города на самую окраину Славинского района, чтобы вместе растить свой Эдем. Любить нужно вот это все. Переживаем, чтобы нам Бог дал, не было града, не дал урожая. Личное подсобное хозяйство Коробского уже шесть лет участвует в краевой выставке «Кубанская ярмарка». Для нашего героя каждый сезон эта выставка становится первым рынком сбыта. Причем здесь у него есть постоянные клиенты, которые каждый год интересуются, приедут ли яблочки Коробских на ярмарку. Это очень хорошо. Ну, там, во-первых, это общение с такими же производителями. А пока яблоки и груши убирают в перерывах между дождями. Надо ведь успеть, пока ветры не начались. Суета уборочной страды наполняет двор. И только любимец супругов Коробских кот мирно дремлет на заборе. Уверены в том, что будет сыт благодаря трудолюбию своих хозяев. Мария Горошкова, Александр Косицын. Программа «События».